Апостол Иоанн Богослов, ученик которому Господь доверил тайны. Мы знаем апостола Иоанна Богослова не только как автора четвертого по хронологии Евангелия, трех посланий и откровения о будущем втором пришествии Бога Сына, но и как ученика, который любил Иисус Христос. В глазах Всевышнего каждая человеческая личность обладает равной и безмерной ценностью, но это не означает равенство, чести каждого человека пред Господом. Здесь люди занимают разные положения в зависимости от того, как они развивали дарованные им таланты и насколько высоко зашли по лестнице Богоподобия. Это устроение Царства Небесного Спаситель показал уже на земле, выделив из всех своих последователей 70 апостолов, а затем обозначил еще более близкий круг из 12 учеников. Но и среди 12 апостолов Господь оказывал ученикам разную честь. Сообразно их внутреннему устроению, так Андрей стал первозванным, Фому Спаситель убеждал в истинности своего воскресения, а Петру, Якову и Иоанну, открыл больше всех тайн, превразившись перед ними в божественной славе на горе Фавор, беря их для молитвы в Гевсиманский сад и приглашая с собой в некоторые другие места. При этом Иоанн Богослов выделялся даже среди этой троки на перстников Христовых своей безграничной преданностью Учителю и Богу. Он доказал это единственным среди 12 апостолов, оставшись у креста страдающего Иисуса Христа, а затем еще раз делом засвидетельствовал любовь ко Господу, приняв на себя сыновние заботы о Богородице и преснадеи Марии. После сошельства святого духа на апостолов они по жребию распределили страны, где им надлежит проповедовать. Апостолу-евангелисту Иоанну достались для проповеди Эфес и другие города Малайзии, куда он и последовал после Успения Богородицы. Остальные 11 апостолов, а также апостол Павел, рано или поздно встретили в своих миссионерских путешествиях мученическую кончину. И только апостолу Иоанну Богослову Господь судил дожить до глубокой старости и умереть своей смертью. По преданию, во времена гонения на христиан, устроенных императором Нероном, апостол Иоанна схватили и приезли в Рим, но святой, выпив предложенную ему чашу с ядом, остался жив, а затем уцелел и в котле с кипящим маслом, куда бросили санкции императора. После этого правитель в глубокой тайне сослал апостола на остров Патмос. За свою жизнь святой Иоанн Богослов написал Евангелие и три послания, а на склоне лет прибавил к ним апокалипсис, откровение, который написал для христиан по внушению Господа. Многие считают, что эта книга описывает только катаклизмы, предшествующие к концу времен и страшный суд, но это не так, а откровение является предложением Евангелия, так как возвещает к христианам благую весть о вечном блаженстве с Богом в новом мире, который будет создан Творцом после страшного суда. Благая весть из уст первых. Евангелие от Иоанна было написано позже трёх синаптических Евангелий. В своей книге «Любимый ученик Христа» больше других говорит о Спасителе, как о воплотившемся Боге. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. «Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1, 5 стих. Именно за глубокую христологию повествование апостола Иоанна был прозван богословом, и на иконах часто изображается с орлом, символически обозначающим высокий полёт мысли евангелиста. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, Бога, не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14, 18 стих. В тексте собственного благовестия Иоанн скромно именует себя учеником, которого любил Иисус. Особенностью Евангелия от Иоанна является то, что его свидетельство о Христе – это рассказ из первых уст, рассказ, содержащий многие подробности, дополняющий свидетельства трёх других евангелистов, которые однозначно мог знать только ближайший ученик Спасителя, длинных бесед с учениками, споров с фарисеями. Что открыл нам апостол? Евангелие апостола, пронизанное тайной любви Бога к миру, продолжают три его послания к первым христианам. В них святой Иоанн Богослов ещё менее касается житийной составляющей подвига Искупителя, но ещё полнее раскрывает предчитателями сам дух христианства. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание апостола Иоанна, Богослово, 4 глава, 7-8 стих. «Через свои послания апостол Иоанн напоминает всем нам, что любовь – это не чувство, а образ жизни, и проявляется действием. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё, как пребывает в нём, в том любовь Божия, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным». Первое послание апостола Иоанна Богослова, 3 глава, 16-18 стих. «Подражая апостолу Иоанну, богослову в духе любви, каждый из нас вернейшим путём приближается к Богу. Обратим же к себе призыв апостола, возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Третье послание апостола Иоанна Богослова, 1 глава, 11 стих. «И с твёрдой решимостью вступим на путь обожжения. А чтобы Господь даровал нам силы оставаться на этом пути, обратим к апостолу Иоанну наши сегодняшние молитвы». «Добрею». «Корректор орехов